добрый день дорогие друзья я надеюсь меня хорошо видно и слышно сегодня мы вам представим байнаул в частности у меня тема байнаул горы вода на страже физического и ментального здоровья туристов и так ни для кого не секрет что для полноценной жизни и деятельности человека имеет важнейшее значение отдых физический отдых моральный национальный и так далее в условиях современной мировой ситуации то есть пандемии немаловажно и малоподвижного образа жизни немаловажно возникает особая потребность посещение уникальных мест и чист с чистым воздухом водой возможность наслаждаться природными уникальными объектами а также двигательная активность предлагаем вам знакомство с удивительным местом азисом посреди степи благодатный край край загадок и чудес так называет это место те кто хоть однажды здесь побывал окутанный множеством сказок и легенд вдохновившим множество поэтов и ученых в горной гранитной чаше посреди степей расположены великолепные озера с чистейшей пресной прозрачной водой пополняется эти озера многочисленными родниками берущими свое начало в подземных реках с с артезианской водой многие легенды и научные факты рассказывают о том что в ручьях воинаула содержится радон и обладает вода родниковая молодильными свойствами родники питают не только озера в которых обитает линь окунь зеркальный карп кора щука и многие другие виды рыбы но и великолепные растения множество из которых является реликтовыми и дошедшими до нас со времен динозавров например ольха черная клейкая или папоротник огромное количество растений занесены в красную книгу а также практически вся природная аптека это ольховое соплодие тимьян ползучий душица девесил тысячелистник уникальные ягоды черного шиповника пармелия можжевельник и сосна баянаульская этот список можно продолжать бесконечно травы наполняет воздух незабываемым и полезным ароматом вдыхая который мы уже получаем фитоэффект ягоды баянаула могут пополнить вечерний чай с баянаульскими травами своими витаминами огромные поля на лесной клубники вдоль ручья прячется земляника малина и костяника черемуха боярка калина нависает свое время с ветвей гроздями но если пойдет дождик перед вами снимут шляпы и плантации благородных грибов баянауль богат не только растительностью но и полезными ископаемыми недаром здесь родился и вырос один из талантливейших геологов ссср камыша монтаевич садпаев говорят что каждая пятая а иногда даже говорят что вторая каждая вторая пуля великой отечественной войны была сделана из материалов добытых на месторождениях открытых камышем монтаевичем садпаевым бою баянау славится талантливыми сыновьями академиками писателями и композиторами и не только здесь даже есть скала талантливый камень который по легенде раздает таланты людям пришедший пришедшим к ней с добрыми навернями это скала донатас еще до революции русские купцы добывали здесь мрамор но если бы но это были далеко не первые разработчики полезных ископаемых ученым и установлено что еще в бронзовом веке здесь работали первые металлургические мастерские минералы имеют важнейшее значение для состояния кожи и всего организма вспомним фразу витамины и минералы конечно же в краю где только и такое разнообразие полезных ископаемых вода гармонично насыщена множеством минералов встречаются на территории первого национального парка казахстана и карьеры в которых добывали малахит и сокровищницы байнаульской хозяйки медной горы а также гранат и аметисты на множество других полезных ископаемых которые не уступает уральским самец самоцветом постеть эти карьеры возможно во время геоэкскурсии и получить духовную связь с недрами земли познакомиться с древнейшими цивилизациями населявшими эти места с незапамятных времен можно на экскурсиях к байнаульским писаницам пешеходная экскурсия на скальные рисунки древнего человека бронзового века курганы с усами байнаульский стоунхендж древняя обсерватория так называет одно место на территории байнаульского парка вам там откроются не только исторические тайны но и эзотерические возможности кургана а в пещеру каныр ауль и священная пещера известную тем что с незапамятных времен приезжает туда с просьбами о рождении ребенка женщины с просьбами чтобы у них появились дети но в последнее время туда также был приезжают паломники с просьбами о выздоровлении ментальное здоровье людей напрямую зависит от положительных эмоций чему способствует пешеходные экскурсии единение с природой впечатление а посещать от посещения не только полезных но удивительных мест природного природы знакомства с флорой и фауны потрясающего байнаульского края славится байнаул своими природными скульптурами их не касалась рука человека но образы запечатленные ветром солнцем водой в гранитных скалах потрясает своим разнообразием визитной карточкой байнаула является огромная гранитная голова под названием кимпертаз старуха камень множество легенд и сказаний истории связано с природными изваяниями и каждая история дает почву для размышления о бескорыстности корысти добре и зле и духовности каждого человека в отдельности делая наш мир более добрым и понимающим вот как раз перед вами элементы кургана с усами байнаульского стола дхенджи бал бал это каменная скульптура сделанная древним человеком и кимпертаз с обратной стороны просто у кимпертаз со всех сторон различные лики вот вы видите один из них также тропы пешеходных маршрутов вас приведут к природным скульптурам перед вами найзотас это скала донатас ковершин голубь мира долина стражи осан кайгы грустный осан сфинск возвышающийся над живописным исцеляющим ручьем пик смелых которых облик которые облюбовали скалолазы донатас талантливый камень бабка детка легенда о скале повествует о сильной любви и частых ссорах крокодил и черепаха долина сказок и многие многие другие ущелье видим кара булак ручье урочище жамбак ауль е булак священный родник и другие позволят вам испить живой воды и попасть в реликтовую рощу борьба с гиподинамией становится важнейшим во времена онлайн обучение и онлайн работы нормирование нормированные физические нагрузки хвойный исцеляющий воздух дыхательные упражнения йога туры мини походы пешеходные экскурсии это то что избавить современного человека от нервологических проблем подарит здоровье ведь активный образ жизни является отличной профилактикой сколиозов остеохондрозов и так далее ходьба по пересеченной местности является спасательным кругом для даже для людей с ментальными нарушениями например людей с аутизмом восхождение на гору акбет на самую высокую точку баянаула придаст вам силы помогут вашим легким развернуться как говорят народе дышать полной грудью незабываемый вид сразу на три озера там же можно посетить также можно посетить занятия по скалолазанию которые помогут из про и исправить вашу осанку и выработать волевые качества вечернее время можно услышать песни под гитару за вечерним витаминным чаем из трав и ягод баянаула присоединившись к пению бардов вы также получите незабываемый дыхательный эффект и психологически эмоциональную пользу о многом могут рассказать наличие в национальном парке животных и птиц здесь вам встретиться горный архар с увесистыми рогами лось косуля рысь белка орлан белохвост другие птицы и хищные залетает сюда гнезица и белый лебедь множество видов диких уток куропаток тетеревов и чаек я думаю что это говорит непосредственно об экологической ситуации в баянауле удивительная казахская кухня придает придает порадует вас своими полезными свойствами например кумыса лечения кумыс это кисломолочный напиток изготовленный на кобыле молоке попиток восстанавливает ph желудка и помогает уничтожить патогенные организмы кумыс повышает иммунитет а также его использовали или использую сейчас для лечения туберкулеза учитывая разнотравия баянаульских трав представьте как кумыс превращается в эликстир здоровья если даже обычная сметана весной в баянауле становится оранжевое от разнотравия отведать настоящую сметану и наула самым настоящим баурсака можно в юртах национальных жилищах казахов где очень уютно и тепло также можно из попробовать настоящий толкан который содержит витамин b и прекрасно влияет на кожу и метаболизм его также можно использовать для похудения и оспа самый мой любимый любимое мое лакомство я думаю что вам если вы пробовали тоже понравилось а если не под если вы еще не пробовали то это нужно сделать обязательно изготавливается он на основе творога ну и конечно знаменитый бешпармак его нужно обязательно попробовать дорогие друзья если у вас есть какие-то вопросы вы можете писать их в чат я на них с удовольствием отвечу а сейчас я хочу вам предоставить возможность быть первыми слушателями одной из легенд баэнаула но ранее она звучала только в прозе я же вам с вами поделюсь этой легендой в стихах в краях где ветер дует сильный как море плещется ковыль в гражда в года вражды или мирный год рука тенгри пополнив рот прислала в дар как небылицу красы невиданой девицу отец безмерно горд и рад любой для девушки наряд любая прихотель каприз эх не упала больно вниз сказал мудрец и был казнен отец же издает закон коль так красиво наша дочь и знает этот день и ночь ей лучший надобен венец по всей степи летит гонец бай дочь любому отдает кто сердце девушки поймет то самый лучший на ноже кто ей придется по душе но нет такого в планах перри стирать растить и пеленать еду для мужа доставать но и но и отцу перечить надоль я выйду замуж за того кто испытание пройдет кто мне водицы молодильной из родника преподнесет без лунной ночью в одиночку на звездный уповая свет в ладони зачерпнув немножко откроет мне воды секрет там где граниты раскололись на глубине высоких гор звучит батыром приговор где рыщут звери волки рыси обрывы гор так глубоки боятся ползать даже змей у горной небольшой реки ведь славит те края нечистый там ведьмы ищут свой кувшин там пропадают даже тени без ведомых на то причин и льется кровь в боях сражениях и воспитаниях других кто победит отправлен будет в ущелье в поисках пустых и пропадали там джигиты рыдали души матерей там сейчас скорбят граниты багровой грустью на заре там бесконечно продолжалось но вот однажды в сердце стук душа красавицы вся сжалась дыхание встрепенулась друг он бился как сражались боги он ловок как молодой архар он взглядом убирал с дороги он преподнес богатый да но по причине или в глупость на смерть отправила его как только народилось утро по следу бросилась бегом в ущелье листья трепетали на сотничных травах у ольхи там птицы сладко ворковали но не подал никто руки быть может он идет обратно быть может спит он среди трав быть может он вернется завтра верни всевышний ты не прав вдруг облако пред ней явилось и громом молвит среди скал за жизни тех над кем глубине глумилась остать останься вечно где он пал с тех пор не видели девицу и говорили пастухи что тени бродят на зорнице у горной небольшой реки напоминает тени диву пытается она помочь всем путников вполне учтиво дорогу указать не прочь об имени ее не помнят в народе что дано отцом что стала притчи всей венцом зовут поныне жалмаус и помнят как змеи укус жалмаус в переводе с казахского ведьма дьявол дорогие друзья если у вас есть вопросы я могу сейчас на них ответить или передать слово следующему выступающему то есть сабине так не пойму не пойму так я вижу что меня слышно и видно так сейчас я вам немножко наверное раз у меня остались 10 минут я вам немножко прокомментирую фотографии которые видели потому что они с текстом не соответствовали к сожалению перед вами озеро жасыбай виды на озеро жасыбай здесь очень красивые закаты так же как и рассветы видно гранитные скалы в байнауле множество горных озер которые тоже пополняется ну в данном случае дождевой водой вот это дождевое озеро на которое тоже прилетает лебеди ущелье видим вот вы видите что внизу растет папоротник на протяжении всего ущелья течет родник и как раз вот притча которая прозвучала это притча об этом ущелье красавица жалмаус это внутреннее убранство ущелья там где горы сужаются и вы видите что корни деревья буквально спускаются по отвесным скалам одно из укромных мест байнаула на этих скалах нарисованы рисунки древним человеком открыты эти рисунки всего три года назад вы можете также быть одними из первых кто посетит это место рядом с ним находится карьер где можно разглядеть отработку кристалловых пород и вот слева пещера коныр аулье в которую летнее время практически беспрерывный поток туристов практически в очередь стоит туда поднимается высокая лестница у пещеры есть свой хранитель который вас встретит всегда очень радушно не расскажет вам о всех тонкостях пещеры о том как себя в ней вести поможет там же можно будет купить и кумыс под подножьем пещеры и а с правой стороны это скалы айман булак это тоже недавно открытая экскурсия которые там практически единицы людей были которые пешком могли посетить это место удивительное место в этом районе родился заслуженный заслуженный работник кинопроката скажем даже не кинопроката заслуженный режиссер ссср шакен айманов поэтому ручей называется айман булак там была зимовка вид с горы агбет вершина агбет конечно оттуда потрясающие виды наскальные рисунки древнего человека нарисованы охрой это бронзовый век еще раз курган сусами байнаульский стоунхендж даже по лицам здесь ребят молодежи можно увидеть насколько они заинтересованы этим местом кимпертаз кимперта кимпертаз имеет много лип ликов вот скала дана тасс вы видите к этой огромной скале рука человека не прикасалась это все сделала природа кимпертаз в профиль семь братьев гроты из грота видно вдалеке гору булка на изотаз голубка и пик смелых это сон трава тысячелистник опять же вид с горы агбет мы ждем вас в гости байнаул всегда рад вас приветствовать благодатная земля ждет вас да тут была просьба отправить презентацию хорошо я копирую ваши электронные адресы по возможности перешлю вам есть еще какие-либо вопросы сабина вы наверно можете уже подключаться если вопросов нет у слушателей у наших коллег дорогие друзья прозвучал вопрос сабина извините вас слышно кстати очень хорошо добраться вы можете позвонить под по телефону написать на ватсап я вам подробно расскажу как добраться от павлодара до байнула как найти турфирмы в павлодаре которые могут с вами отработать если в вашем городе есть фирма сотрудничающих тоже вам подскажу либо написать не на имейл также здесь указан еще и инстаграм инстаграм сабина все я ответила на вопрос отключая микрофон так здравствуйте еще раз сегодня планировалось выступление с ауле и три саны нашего директора так как она в отъезде она оставила аудиозапись так как очень сильно хотела сама выступить перед вами после презентации я постараюсь ответить на все ваши вопросы и дополнить так прошу внимание саламе цедерме кормит артестер добрый день уважаемые коллеги сегодня я вам расскажу красивую сказку а казахская сказка начинается с присказки ерте 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 де ешкы жены бёрте де давно это было очень давно с времен сотворения мира шел аллах по земле за плечами нес куржан а в куржане были красоты природы он их из волшебного мешочка высыпал и расставлял по земле здесь леса появлялись там красивые луга тихие озера и бурные реки а тут возвышались горы долго шел наш путник раздавая прелести природы вот и мешок полегчал уж ничего не осталось и вдруг он видит сидит казах руки к небу простер и просит о всевышний прошу поделись своими щедротами нам досталась только степь смело стивился творец заглянул в мешок там всего осталось понемногу вытряхнул остатки куржана и появился небольшой красивый уголок горы прозрачные озера студенные ручейки в лесах защебетали птицы запорхали бабочки редкие растения появились а кинул взглядом свое творение остался довольным наши предки назвали этот чудесный уголок красивым именем баянау что в переводе означает счастливые и богатые горы с того времени промчались годы прошли века и в восемьдесят пятом году двадцатого столетия здесь образовался государственный национальный природный парк общей площадью четыреста пятьдесят квадратных километров и вот я приглашаю вас отправиться в сказочное путешествие по национальному парку баянау первое что мы увидим это горы наши горы действительно вас удивят на первый взгляд они сложены как бабушкины оладушки одни ученые утверждают о вулканическом происхождении другие о том что раньше здесь было море и оно стало медленно высыхать что бы ни говорили ученые о происхождении но мы любим эти горы самая высокая гора Агбет тысяча двадцать семь метров над уровнем моря на изотас похоже на копье а гора сакентас она отвесная ее любят альпинисты и называют ее пиком смелых и часто здесь проводят тренировки а у подножья сакентас расположилось озеро Турайгыр если вы тихо тихо прислушаетесь к нему то уж слышите красивую легенду почему это озеро назвали Турайгыр именно это место любят художники и устраивают пленэр и здесь вы встретите редчайшие растения это ольха ольха не простая а черная реликтовая занесенная в красную книгу она растет где существуют подводные чистые родники и считается очень древним растением ровесником динозавров а чтобы увидеть следующее озеро как настоящие сказки мы платим дань и вот перед нами озеро Жасыбай прозрачное озеро находится в окружении гор покой и красоту этого озера охраняют древние баянские горы они как воины батыры молчаливые но готовые в один миг надеть шлемы вскочить на лошадей и поднять свои копья если грозит родной земле опасность находясь у озера вы услышите шум волны и вдохнете аромат свежести и прохлады и почувствуете ощущение счастья и огромное желание искупаться в знойный полдень озеро названо в честь национального героя стражавшегося за казахскую землю умирая батыр попросил похоронить на перевале с которого видно сразу два озера жасыбай и сабандеколь сабандеколь это самое большое озеро легенда гласит что когда красавица баян мыла волосы в водах озера у нее из рук выскользнуло мыло и растворилось и вода озера стала необыкновенно мягкой а название сабандеколь значит мыльное озеро все наши озера пресные чистые потому что питаются подводными родниками в баянауле много родников и в жаркие летние дни как настоящие сказки можно напиться чистейшей студеной воды на родниках Ахбулах и Сарадр именно эта вода утолит жажду до силы для дальнейшего путешествия по горам и вы почувствуете необыкновенную легкость рассматривая баянаульские горы вы не сможете пройти мимо каменного вернисажа а каменные извояния похожи на сказочные персонажи у каждой скалы горы утеса есть свое имя и своя история и легенда и как говорит поэт здесь мало увидеть здесь нужно смотреться включаем фантазию воображение скалы начнут оживать и рассказывать свои истории и вы увидите улыбку клоуна прилетевшую голубку летающую тарелку машину будку гримасы мартышки уставшего мамонта спящего батыра и даже услышите как рычит зверь поприветствуйте дракончика не нарушите сон спящей красавицы а главное скульптура баянаула скала кемпортас в народе ее называют баба яга она удивительно похожа на голову злой старухи ведьмы баба яги острый крючковатый нос злой большой рот удивленный и настороженный глаз приподнятое плечо рассерженная старуха пристально сматривается проходящих проезжающих мимо эта скала не так проста как кажется на первый взгляд так проста как кажется на первый взгляд она многое может о себе рассказать и как любая женщина может перевоплощаться смотря что в ней хочешь увидеть у нее есть маленькая тайна один раз в год она тщательно готовится к ночному рандеву которая проходит в чудеснейшем уголке баянаула ущелье ведьм здесь журчит молодильный ручей растут папоротники скалы устланы зеленым мягким мхом а в жаркий день всегда прохладно именно здесь по легенде на день ивана купалы ведьмы ищут спрятанный кувшин с человеческими пороками как-то в интервью с журналистами наша баба яга сказала что она очень довольна своей жизнью благодаря интернету она стала известной всему миру и является визитной карточкой национального парка баянаул это не только красивая природа а богатейшая история тюрков и если как сказки перенесемся на многие века назад то и узнаем что на этой земле оставили свои следы древние культуры свидетельством их величия служит разнообразие и загадочность огромного количества памятников старины по всему баянаульскому району петроглифы курган с усами воинта смолинской культуры бал балы это каменные извояния сакские захоронения бронзового века и много еще неизведанного историки утверждают что облай хан облай хана подняли на белой кашме именно в баянауле в баянауле много сакральных мест одно из них это пещера конраулие с древности сюда приходили просить здоровья благополучия и многие женщины после посещения этого места испытывали счастье материнства об этой пещере рассказывали путешественники в разные времена и в разных странах народный артист СССР Шакен Айманов воспевал родной баянаул в своих фильмах в одном из интервью когда журналисты спросили где ваша малая родина он из соседней комнаты принес камушек и сказал это камни баянаула я очень люблю баянаул в жизни красивее ничего не видел там все словно музыка и эту музыку он передавал через свои фильмы во время экскурсии мы посещаем места съемок фильмов еще раз хочу напомнить что баянаул в переводе счастливые богатые горы эта земля богата людьми которые прославили казахстан это ученые академики артисты поэты и писатели именно баянаул подарил нам большого ученого каныша сатпаева его именем назван город казахстане планета и даже минерал говорить о баянауле можно много но как говорится в сказке чем десять раз услышать нужно один раз увидеть приезжайте к нам баянаул а наши добрые волшебники помогут увидеть его во всей красе марина каримова поможет сделать восхождение на горы и пешком проведет по всему баянаулу жуман ага познакомит с акскими захоронениями и расскажет много интересного из истории тюрков алтенбек ага хранитель пещеры конор улье знает о ней все и знает что писали о ней в англии в восемнадцатом веке распахнуты двери музея турайгырова и сатпаева местные жители села турайгыр проведут мастер-класс по изготовлению борсаков сделают пикник накроют казахский дастархан на природе и угостят ароматным казахским чаем и постковидными борсаками в юрте предложат всегда целебный кумыс а вечером под звуки добры подадут национальное блюдо бешпармак чтобы попасть в нашу сказку нужно прилететь в казахстан в город нурсултан или палладар и добраться до баянаула расстояние у нас небольшие знаете же три дня лесом а там рукой подать наша виртуальная сказка баянаула подходит к концу в любой сказке должен быть счастливый конец и если мы спросим об этом человека который хоть раз посетил эту землю и он скажет вам что баянаул это райский уголок а другой добавит что баянаул воспринимается как нечто изящное законченное находящееся в гармоничном сочетании с окружающей его степью так на этом соуледрисное выступление закончено большое спасибо за внимание от себя же я хочу добавить что наша фирма с 2009 года организовывает и проводит однодневные туры выходного дня легенды баянаула в самом баянауле очень много домов отдыха домов отдыха так же как летние так же и зимой можем вас встретить то есть на любой вкус на любой карман как говорится так же есть канатная дорога то есть на лыжах зимой можем покатать вас вот если есть вопросы задавайте я готова ответить как соуледрисно сказала добраться до нурсултана дальше у нас есть рейсы нурсултан павлодар и 230 км от павлодара расположен баянаула вот я не вижу вопросов у меня окошко можно к организаторам вопрос у меня закрылось окошко с вопросами прошу прощения не вижу вопросов окошко с вопросами все как спасибо вам за внимание на каком озере вы были лена как вам баянаула да конечно мы делаем трансфер от павлодара то есть индивидуальный трансфер и в зависимости от того какая группа сколько человек в группе минивэн спринтеры или большие автобусы да насчет трансфера без проблем в среднем по времени 230 км занимает на легковой машине два с половиной часа на большом автобусе на 50 мест ну наши водители очень аккуратно едут ну три с половиной четыре часа мы почти добираемся ну не пугайтесь вот с Соли Дрисона по пути будет рассказывать своим мелодичным голосом вот как говорит Елена окунулась в воспоминания так если есть вопросы еще готова ответить стоимость стоимость трансфера зависит от еще раз я говорю легковая это машина или большой автобус на сколько дней мы едем сколько дней будет простаивать автобус то есть неделю или однодневный тур у нас будет туда обратно от этого зависит давайте так сделаем вы мне напишите электронный адрес и я вам туда уже буду скидывать стоимость трансфера да кстати вот у нас очень много карагандинцев отдыхает в Байнауле очень много домов отдыха именно карагандинцев и вот в прошлом году у нас обновили трассу то есть дорога стала хорошей и у нас очень много туристов с караганды стали приезжать в Байнауле вот в прошлом году прям поток туристов был хороший как говорится чтобы был хороший поток туристов нужно сделать дороги сделали дорогу с караганды получили поток туристов с того региона ну с Паладар у нас тоже Паладар осталось делать автобам ну надеюсь дорога будет хорошая обязательно добро пожаловать в Байнаул мы готовы вас встретить зимой, летом, весной, осенью Байнаул хорош в любое время года летом он веселый, красивый, яркий осенью он очень спокойный по-своему он хорош прекрасно, летом вы значит смогли искупаться в озерах озера наши горные, прохладные еще питаются подводными родниками поэтому они прохладные но очень прозрачные очень чистые мы любим наши озера точно бодрит хе-хе-хе хе-хе 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 боявы на Руси если есть вопросы готовы ответить Спасибо. Большое спасибо Сауле Дрисоне. Она очень хотела лично выступить и влюбить вас в Байнаул, хотя бы окунуть вот в ту сказку под названием Байнаул. Большое спасибо за внимание.